День Маймаксы – традиционный для микрорайона летний праздник. Отмечают его почти два десятка лет, но этот год точно будет отличаться от всех предыдущих. Ведь у культурного центра появился большой сквер. После благоустройства там можно и спортом заняться, и книгу почитать, и даже попрыгать на батуте. Уже традиционно в первое воскресенье июля жители Маймакса собираются на празднику культурного центра. Повод – День округа. Но в это лето атмосфера особая. Сквер 12-й бригады морской пехоты предстал перед жителями в обновленном виде. Очень приятно, потому что детям здесь будет очень уютно. Есть чем заняться для всех. И спортивная площадка есть, и для малышней здесь. Благоустройство в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Здесь могут отдыхать и как мамы с маленькими детьми. Для этого у нас есть песочница и детский городок. Так и более взрослые, кто любит заниматься спортом. У нас универсальная баскетбольно-волетбольная площадка, воркаут. А также мы предполагаем, что здесь могут сдавать нормы ГТО. Жители микрорайона отметили, насколько кардинально изменилась эта территория. Ведь еще три года назад здесь в прямом смысле гулял ветер. Теперь же есть пешеходные дорожки, качели и карусели, даже батут. А в импровизированном читальном зале можно посвятить время любимой книге. Был раньше тоже небольшой такой детский парк. Ну, тоже не такой, конечно, красивый, как сейчас. Во-первых, покрытие очень хорошее для детей, когда если падают, то есть не такой удар большой. Вот, и вообще замечательно. Уголков комфорта и современности в Архангельске становится больше. На прошлой неделе были открыты сразу три общественных пространства. Парк имени Ленина в Майской горке, сквер на площади Терехина в Соломбале и аллея на Воскресенской. Уже заключен контракт на благоустройство еще двух территорий. В Северном округе и Зеленый островок на пересечении Воскресенской и Тиме. По условиям работы подрядчик должен завершить до 15 октября. Артемий Заварзин, Валерия Державина, Александр Кузнецов, Регион 29.